друзья всем привет поздравляю вас с прошедшим праздниками в этом видео мы с вами соберем этот чудесный пряничный домик который очень нравится детям не только его собирать но и потом его кушать он получается очень красивый и рождественские также в этом видео я покажу как делала вот таких вот чудесных для украшения торта я делаю их без вырубок так как не смогла найти их магазине и так нам понадобится с вами пряничное тесто ссылочку на него я обязательно оставлю она мне было в холодильнике мы его достаем и от тепла рук и от комнатной температуры она становится мягкая с него начинает удобно работать далее я распечатал вот таких вот оленят на разные длины вырезаем их ножницами прикладываем к раскатанным пряничному тесту можно также посыпать мукой чтобы не прилипали далее беру такой нож для мастики и начинаем аккуратно вырезать прорезают каждую деталь нашего олененка когда все сделали аккуратно шаблон удаляйте удаляйте излишки тесто сразу также можно если у вас есть какие-то вырубки можно конечно сделать такие красивые пряники это елочки и снежинки лишнее все удаляйте и выпекаем при температуре 180 градусов 7 минут далее был нам понадобится для украшения белковая глазурь ссылку я вам оставлю как ее делала водой ни в коем случае не разбавляем так как она понадобится для прорисовки определенных элементов у оленят это у меня такие были красивые ушки хвостик снежинками я сделала вот такие капельки которые мы вытягиваем водой разбавлять не надо ну а теперь сделаем с вами пряничный домик и для пряничного домика нам понадобится шаблоны по которому его будем собирать это две боковые стенки длиной 13 с половиной сантиметров и высота 9 в одном я сделал окошко передняя и задняя стенка длина 12 ширина 9 и две крыши прямоугольник на 15 сантиметров и высота 10 с половиной сантиметров даже я сделала вот такую арку потом из нее сделать и так раскатываем с вами наше пряничное тесто с помощью пергамента а достаточно тонко раскатываем далее выкладываем наш шаблон 1 я сделала боковые стены то есть вырезаем всех обрезаем ножом где надо подравниваем такие вот две стены у меня получились лишнее все убираем и в одну я в одной в одном прямоугольнике я сделала вот такой вот окошко то есть окошко это уже произвольно сколько вам надо какой вы хотите либо маленькая рыба но и маленькая далее сделаем две штуки передней задней стенки и передней стенки у будет вот с такой вот аркой потом я сделаю еще из нее дверь арка это тоже произвольно ширина арки и круга это все произвольно далее делаем два прямоугольника крыши вырезаем и также крышу можно вот так вот украсить каким-то подручными средствами если вы хотите и выпекаем при температуре 180 градусов 7 минут каждый элемент он у меня остыли после того как остыли берем вот терочку и можно все что неровное вот так вот хорошо пройтись далее для украшения используем белковую глазурь ссылку оставлю ни в коем случае водой не разбавляем должна быть очень густая далее берем переднюю стенку и боковую и хорошенько все смазываем наши глазурью далее прикладываем друг другу и начинаем все это скреплять придерживая также можно вот тебе помогать с такими бокалами хорошенько промазываем и скрепляем наши боковые стенки и заднюю стенку все отправляем сохнуть у меня минимум сохло два часа после того как стены хорошо скрепились я начинаю скреплять нашу крышу хорошо промазываем козырек боковой и задней стенки и далее наносим глазурь также на прямоугольники крыш прикладываем и держим не отпускаем пока не полностью нас не приклеив один прямоугольник также поступаем и со вторым прямоугольником нашей крыши нанесли сначала на боковую и заднюю стенку потом на на прямоугольник сам самой крыши и прикладываем прикладывайте и держите крыши быстро очень сыпился быстро очень засохла даже можно дверь еще хорошенько промазать и приклеить дверцу ну в принципе можно даже и без двери далее крышу украшаем вот такими волнами очень мне понравился такое украшение понравилось также можно украсить еще вот такими вот снежинками и боковые стенки и передние стенки украшаем снежинками окна украшаем вот такими вот как бы сосудки не снежными и также крышу можно украсить глазури это позволяет она достаточно густая получается очень красиво арку сама украшаем такими точками также можно здесь нарисовать снежинки я сделала вот такого снеговичка его сделал я из пироженок у нас удобный и еще мне захотелся украсить все это елочки не взяла я живые веточки сделал несколько папин глазури и посадила в них вот такие вот живые веточки вышло тоже очень красиво друзья вот такой вот красивый у нас с вами домик чудесный получился я буду рада если он вам пригодится и вы сделайте соберете его с детьми они им очень понравилось особенно его кушать друзья всем спасибо что посмотрели видео обязательно подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить там моих новинок подписывайтесь на мой канал и всем до скорых встреч